МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Одна страна, одна команда. Глава Республики наградил участников и организаторов Международного спортивного форума. По законам добра, для детей с ограниченными возможностями здоровья в Республике создаются лучшие условия. Сегодня поздравления принимали работники сельского хозяйства Чувашии. Аграрии по традиции собрались в зале театра оперы и балета. Здесь наградили лучших и подвели итоги. Как завершают этот год сельчане и над чем еще предстоит потрудиться? Узнал мой коллега Дмитрий Ковалев. Работникам сельхозотрасли нынешний год принес немало сюрпризов. Урожай аграриям удалось собрать без защитимых потерь. Правда, поначалу в южных районах прогнозы делали без оптимизма. Из-за аномальной жары в весенний период почва не успела пропитаться. Но летом республику спасли обильные дожди. Сейчас подсчитывают прибыль многие хозяйства. Особенно удачно этот год завершается для аграрьев, которые занимаются животноводством. Ну, средний привес, посчитать, 850 грамм на условную голову вышло, средний. Ну, если вот так считать, неплохо на этот год. Убрали, наоборот, на полтора раза больше, чем запланировали. Но многие аграрии сейчас делают ставку не только на рожь и пшеницу. В республике начинают выращивать горчицу, лен и сурепицу. Появились новые сорта пшеницы, ржи и так далее. И я считаю, это очень важно. Потому что и мастичные культуры еще появились. И по цене мы можем их достойная цена, по достойной цене продать. В общем, за этим я считаю будущее. Наравне с крупными хозяйствами на этой выставке свой урожай презентовали и садоводы. Виноград с гордым названием «Кардинал», китайский лимонник и сладкие груши. Все это изобилие на своем чебоксарском участке вырастил Николай Иванов. Элитные сорта приспособлены к нашему климату и всегда дают неплохие всходы. Доход очень большой можно получить. Очень много желающих, очень много заказчиков. Очень много приезжает, очень много покупает. И очень большая деятельность идет. Власти региона ставят задачу в разы нарастить производство овощей и картофеля. По прогнозам, цены на эти культуры продолжают увеличиваться. Урожай второго хлеба в этом году меньше, чем в прошлом. Но агрария это прогнозировали. Причиной снижения валов сбора картофеля является снижение площади посадки, на что повлияли и недостаток семенного материала, и низкие цены на картофель в период уборки, в особенности это 2012-2013 годы, когда крестьяне были вынуждены продавать картофель за бесценок. Пока границы для иностранных продуктов закрыты на замок, местным предприятиям необходимо продвигать свои бренды. Сейчас в стране ощущается дефицит сыров. В регионе планируют восстановить работу когда-то процветающих заводов. Канадский сыркомбинат в свое время производил, и Алатовский молочный завод. С учетом новых вызовов на потребительском рынке, со стороны потребителей, конечно, этими схемами, этими продуктами питания мы должны заниматься, используя любые инструменты. Мы со своей стороны создадим для вас максимум благоприятных условий. Озвучили аграриям и другую приятную новость. В Министерстве сельского хозяйства страны одобрили большинство заявок на инвестиционные кредиты. В то же время должна увеличиться доля из регионального бюджета. Дмитрий Ковалев, Сергей Рябчиков, Республика. Накануне Дня народного единства в Чебоксарах наградили государственных служащих и журналистов. В почетный список попали люди, которые помогали организовывать форум «Россия. Спортивная держава». Глава Республики поздравил всех наступающим Днем народного единства и поблагодарил за плодотворную работу на международном форуме. Благодаря этим людям, отметил Михаил Игнатьев, о Чебоксарах узнала вся планета. Форум стал яркой страницей в истории региона. В Чувашии в дни форума побывало 2000 гостей. На самом деле, ощущая полноту ответственности, выполняя свои прямые функциональные обязанности, на самом деле справились. Об этом сказал президент России Владимир Владимирович Путин. Об этом сказали вице-премьеры правительства, министры правительства Российской Федерации, руководители разных спортивных федераций, не только Российской Федерации, страны ЗНГ, но и мира. Пресс-секретарь Михаил Игнатьева и два заместителя руководителя администрации главы региона были награждены почетными грамотами. Руководителям предприятий и министерств вручили благодарности и часы с национальной символикой. Награждали в этот раз и рядовых сотрудников. Кто-то работал в пунктах питания и проводил мастер-классы, кто-то обеспечивал безопасность участников форума. Сегодня же в Доме правительства поощрили журналистов, фотографов и видеооператоров. Заслуженную награду вручили и моему коллеге, комментатору национального телевидения «Чуваши» Дмитрию Ковалеву. Итоги социально-экономического развития республики за 9 месяцев. Задачи на оставшийся период и перспективы сотрудничества с Китаем. Подробнее об этом в интервью премьер-министра Ивана Маторина в программе «По существу» сразу после выпуска новостей. 1 ноября свой профессиональный праздник отметят стражи закона. Те, кто ежедневно обеспечивает порядок деятельности судов и исполнение их решений. Сегодня судебные приставы принимали поздравления. Ряды судебных приставов Чувашии насчитывают в 8 сотен сотрудников. Если перевести показатели их деятельности на язык цифр, то результат будет весомый. За 9 месяцев 2014 года, благодаря усилиям судебных приставов, обеспечивалось безопасность во всех судах Чувашской республики, как и предпринимающие годы. Взыска на судебные приставы более 3,5 миллиардов рублей в пользу различных взыскателей. В пользу бюджета из них около 2 миллиарда. Это налогов около 600 миллионов. В пользу пенсионного фонда более 200 миллионов. А также мы с вами заставили принудить или заплатить административные штрафы более 160 тысяч правонарушителей. И взыскали из них около 100 миллионов рублей. Как признаются сами сотрудники, службу нести нелегко. Но профессия несет в себе высокую миссию – восстановить справедливость и дать понять гражданам, что в случае правонарушения наказание неотвратимо. Если человек год, два, три поработал у нас, это уже бесценный кадр для правоохранительных служб. Как для полиции, как для прокуратуры, так и для судов. Поэтому молодежь, которая оканчивает институты, смело приходите к нам. У нас богатый, опытный коллектив. У нас есть все такие возможности, где себя проявить. Потому что наша служба многогранна, сложна. Но в то же время, она, я считаю, служба государственная, нужная, необходимая. В этот праздничный день приставы Чувашии получали награды от различных министерств и ведомств. В свою очередь, руководство управления поблагодарило и тех, кто плотно с ними сотрудничает. Среди награжденных оказался и наш коллега с национального радио Чувашии Родион Архипов. Ему, как участнику всероссийского конкурса на лучшее освещение деятельности службы судебных приставов, в средствах массовой информации вручили благодарственное письмо. Анастасия Алексеева, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика. Слитно, раздельно, по старым правилам или по новым. В национальной библиотеке прошел круглый стол, на котором обсуждали орфографию и пунктуацию в чувашском языке. Все 20 лет ровно с той поры, как были приняты новые правила, в среди языковедов не утихают споры по поводу того, в какую сторону должен развиваться чувашский язык. Все учебники, школьные программы, хрестоматии были выпущены на их основе. Тысячи детей уже обучены по ним. Среди сторонников возврата старых правил в основном люди старшего поколения. Они обвиняют ученых-филологов в том, что те портят чувашский язык и русифицируют его. Обсудить все эти проблемы собрались преподаватели, депутаты госсовета. В этой дискуссии приняли участие и представители органов власти, министры культуры и образования. Дискуссии о профографических правилах ведутся не только в чувашскоязычной среде. Такие же проблемы есть и у многих других народов мира. Но большинство преподавателей чувашского языка заботит все же не столько эта конкретная проблема, а сколько то, что родной язык с их точки зрения исчезает. Даже дети из сельской местности говорят в основном на русском. Обучают этому еще в детских садах. Есть и еще одна очень серьезная проблема. Сегодняшние стандарты или учебные программы, планы, точнее прошу прощения, не позволяют реализовать пятидневку, не сокращая количество. И единственное, что можно это сделать, за счет чего этого чувашский язык пострадает. Поэтому вся система на муфедеральные стандарты там жестко рекламентируется, не дается право на сокращение национального языка. Точку в этом вопросе ставить рано. Ученые и исследователи языка планируют еще не раз возвращаться к этой проблеме. Она требует всестороннего рассмотрения. Ну и, конечно же, нельзя допускать сокращение часов на изучение чувашского языка и литературы. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика. На Чебоксары равняться. Наш город был признан лучшим на Всероссийском форуме дошкольных работников. Федеральные эксперты отметили высокий уровень работы в сфере образования детей-инвалидов. Это ликотека, то есть группа для детей с ограниченными возможностями здоровья. С каждым ребенком здесь проводятся индивидуально-коррекционные занятия. И таких групп в Чебоксарах становится все больше. Опыт такой работы был отмечен на федеральном уровне. Но педагоги пошли еще дальше. И, по их мнению, если особенные дети будут заниматься вместе со здоровыми, результат будет еще лучше. Опыт развития инклюзивного образования города Чебоксары был представлен на Всероссийском съезде дошкольных работников в городе Сочи. И федеральные эксперты отметили, что именно опыт города Чебоксар в этом направлении на шага два уже опережает другие регионы. Это было очень приятно слышать. Руководством города было сейчас принято решение, что при открытии новых дошкольных учреждений уже создавать условия именно для таких детей, для особенных, которые бы наряду с обычными детьми могли находиться в детском саду. В детском саду номер 7 города Чебоксары есть пандус для въезда детей-инвалидов и даже лифт. Детский сад «Созвездие» можно назвать образцово-показательным. Здесь созданы все условия для малышей с ограниченными возможностями здоровья. Дети плавают в бассейне, отдыхают в сенсорной комнате, занимаются творчеством в музыкальном зале. Было страшно, с рук не слезали. Но вот сейчас постепенно, конечно, они все другу привыкают, начинают активно заниматься. Вот и достаточно хорошие сдвиги в плане здоровья и интеллекта, вообще очень хорошее развитие. Мы ходим сюда где-то второй месяц. Нам, конечно, очень нравится. Общается с детишками, у нас уже идет привыкание. Наконец-то мы начну учить делиться с игрушками и все подобное. Очень хорошо педагоги занимаются, помогают детям очень. А все равно логопеды, психологи, вообще все замечательно. Нам очень понравилось здесь. На базе детского сада номер 7 опробируется программа интерактивного сопровождения. С детьми, которые по состоянию своего здоровья не могут посещать садик, специалисты занимаются по скайпу. Что это лук? Овощ или фрукт? Овощ. Овощ. В чью картинку мы положим лук? Да. Вскоре такую программу планируют ввести и в других дошкольных учреждениях. Марина Рябцева, Николай Яковлев, Республика. Вслед за ночью в музее, библионочью и другими подобными акциями в России появилась еще одна – Ночь искусств. Общероссийская культурная акция пройдет по всей стране 3 ноября. Кроме того, что музеи и галереи будут работать практически до полуночи и бесплатно, еще планируется масса всего интересного. Ночь искусств 2014 – это ночь творчества для людей, желающих реализовать свой потенциал. В Чувашском национальном музее наравне с историей и музейными коллекциями будут присутствовать музыка и танцы, стихи и живопись. Откроют Ночь искусств студенты Института культуры и искусства и учащиеся музыкальной школы номер 3. Творческие таланты будут раскрываться в литературном, музыкальном и художественном залах. В них можно будет посмотреть фильм Чебоксары в 3D, освоить азы вальса, а еще порисовать песком на стекле. У особо любознательных будет возможность пройтись по экспозициям и поучаствовать в музейном квесте. Помимо новых залов будут работать и постоянные экспозиции музея, выставки «Хищные птицы», «Войны Российской империи начала 20 века» и «Путешествия в мир музыкальных инструментов». Сегодня старейшее предприятие республики, завод имени Чапаева, отмечает свое 73-летие. С первых дней он начал работать на оборону. О прошлом, настоящем и будущем завода номер 320 говорили сегодня на торжественном собрании. Все для фронта, все для победы. Под таким девизом начал выпуск первой продукции Чебоксарский завод имени Чапаева еще в далеком 1941 году. Прошло уже достаточно много времени, номенклатура изделий претерпела большие изменения. Но продукция завода по-прежнему востребована, как в оборонной отрасли, так и в гражданской. Партнеры предприятия исчисляются десятками, как в России, так и за рубежом. «Наверное, трудно каждого из коллективов, каждого из подразделений отметить с хорошей стороны, поскольку, наверное, почти все мы сработали достойно. Мы достойно заканчиваем этот год. Мы смело можем сказать, что мы подошли к рубежу 2,5 миллиарда рублей. Ну, может, немножко не дотянем, но около этого уж точно будет». Зима уже не за горами, и сейчас самое время позаботиться о своих ножках и обуть их в теплые сапожки. Для всех тех, кто еще не знает, где приобрести фирменную обувь, наш следующий сюжет. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире и удачных вам выходных. Производитель и розничная сеть «Зенден» насчитывает более 200 фирменных магазинов и предлагает широкий ассортимент обуви и аксессуаров для всех членов семьи. Более 5000 моделей обуви из кожи, замши и велюры не оставят равнодушными даже самых взыскательных покупателей. «Наша обувь – прекрасное соотношение цены и качества, потому что мы являемся производителем обуви. Опытные дизайнеры «Зенден» разрабатывают обувь не только под каждый сезон, но и на особый случай. Комфортная обувь – обувь на каждый день. Модная элегантная обувь – обувь для выхода и на работу. И удобная обувь для занятий спортом и отдыха. Вы можете посетить наш магазин и сами убедиться в этом. Ассортимент магазина «Зенден» – прекрасный выбор качественной фабричной обуви по выгодным ценам. «Зенден» не только продает, но и сам производит обувь. Поэтому в специализированных магазинах стремятся удерживать цены на уровне прошлых лет, устанавливая минимальную товарную наценку. Скажите, а вы выбрали что-нибудь для себя? Да, вы знаете, мы выбрали не только себе, но и сыну. Вообще у меня сын, знаете, очень капризный, то есть ему очень трудно угодить, но здесь мы остались оба довольны. Сыну мы выбрали очень удобную теплую обувь на зиму, а себе я выбрала зимние сапожки также из-за натуральной, очень качественной кожи. Очень я довольна. Планирую прийти сюда еще раз и обязательно посоветую родителям. Смотрю, у вас есть карточка постоянного покупателя. Вы часто бываете в этом магазине? Да, я частый покупатель в этом магазине. Мне очень нравится обувь «Зенден». В прошлом году я купила себе пару зимних сапог, очень удобная, комфортная колодка, не скользкая подошва, ходить одно удовольствие. Сейчас вот присмотрела себе осенние сапожки и туфли на работу. Поскольку есть карта покупателя постоянного, она дает дополнительную скидку. Решила купить две пары, чтобы сэкономить и доставить себе радость. В этом году мы снизили наши цены по сравнению с прошлым годом. Объясню почему. Наша обувная сеть постоянно растет. За последние 2-3 года мы открыли более 100 новых магазинов по всей России. Количество покупателей возросло, и мы увеличили производство нашей обуви, что позволило нам снизить затраты на единицу продукции, а следовательно и цены. Таким образом, открывая новые магазины, мы снижаем цены. Но качество обуви при этом остается неизменным. Как вам обувной магазин «Зэндон»? Мне очень нравится. Всегда хорошее обслуживание, хорошая обувь на удобной колодке. На любую ногу можно подобрать обувь и модельную, и на мою полную ногу. На устойчивой подошве такой получается. Она всегда очень нравится. Вообще обслуживает персонал хороший. Вот пришла подобрать себе обувь на зиму. Широкий ассортимент женской и мужской обуви на любой вкус по выгодным ценам. Сапоги и полусапожки, ботинки и ботильоны, туфли и босоножки, балетки и тапочки. Модельная и повседневная обувь на шпильке, на каблуке, на платформе и вовсе без каблука. На узкую ногу и стопу пошире. Качественная и комфортная обувь на любой сезон, возраст, стиль по разумной цене. Магазин «Зэндон» постарался учесть пожелания всех покупателей. И они оценили магазин по достоинству, ведь в «Зэндон» всегда выгодно. Магазин «Зэндон»